добрый день дорогие друзья сегодня поговорим о таких воспитателях как елена ланге как семья тепляковых ольга быкова и семья первых но сначала наши прекрасные елене она же всех учат все знает у нее правда семья не такая большая как у тепляковых или там у счастливого отца семейства перова василия и маленькая компактная семья всего двое деток ну казалось бы что за проблемы живи радуйся воспитывать деток как нужно учи в школе а не мотай их по всяким там за границам непонятно по каким-то отелям дети постоянно скитаются по отелям по съемным квартирам теперь уже совершенно непонятно какие-то появились видео о том что нужно пешком переходить границу то есть представляете друзья границу между мексикой и сша наша елена прекрасная собирается идти пешком еще с детьми она показала недавно план видео какая граница какая страшная такая очень сложно для перехода и вот она представляется с чемоданами на каблуках а чтобы отвлечь внимание может быть в бикини пойдет через эту границу я думаю что лучше может быть взять купить машину не правда ли друзья будет удобнее намного особенно с детьми ну лены свои планы как видимо и насчет воспитания детей тоже свои планы вот я смотрю они перелистывают детки какие-то там учебники она им кладет какие-то книги сама лежит в постели и отдыхает закрылась об детки уже тоже устали об все трое в постели я в шоке от такого воспитания честно говоря ну что же делать как говорится как она говорит у нас надо успевать кайфовать кайфовать друзья как влиться в новую жизнь сдать анализы как пройти границу какую лучше надеть платье первое или второе это чтобы пройти лучше границу наверное но и ее не пускают почему-то в продуктовые магазины мексики ну как я вижу на картинке такая вызывающая знойная блондинка с очень открытым декольте я думаю мексиканцы просто ослеплят такой красоты ну как такую красотку пустить с какими-то авоськами в продуктовый магазин не барское это дело она должна нанять какую-то бедную мексиканку а сама сидеть спокойно и отдыхать с детьми вот поэтому наверное и не пускают ну что ж то что я люблю смотрим у елены елена очень любит позировать и особенно с открытыми неплохими конечно скажем стройными ножками и с открытыми декольте ну что ж каждый любит что-то свое я думаю за этой осуждать не будем но как вот грамотно без потерь нашла на способ добыть деньги это товарищи это заслуживает медали лена нашла способ если хотите уже три три тысячи человек посмотрели ее видео идите посмотреть ну конечно я думаю что вы ничего особенного в этом способе не найдете лена нашла способ но я думаю лучше на такие способы не вестись ну а теперь будем думать как же нашей лени пройти через границу что же она нам сказала еще она сказала такую знаменательную будем сказать фразу что девочки девочки обращается к нам девочка если вы хотите в жизни чего-то добиться если хотите чего-то иметь нет никакого секрета надо идти работать так она и сказала работать ну что ж видимо не зря ее мама оля брукман закрыла канал на время и не знает что делать с такой непутевой дочкой наверное думает как внуков спасать как их перетягивать в америку из мексики хотя лена и говорит что страна очень доброжелательная что нет там такого криминала но мы же видели какой путь она проделывала между кварталами какими-то выброшенной мебелью с какими-то контейнерами мусора как она прокладывала своими хорошенькими ножками дорогу с двумя детьми в школу мы как бы стали они беспокоиться даже и волноваться и честно говоря очень все люди волнуются у нас за деток ну ладно оставим пока нашу лену в покое лена разберется тем более мама оля поможет и папа брукман или как его там зовут рик он ей поможет я думаю не оставит человека в беде перейдем к другому нашему персонажу ах семья семья колесникова ну зачем работать папа тут недавно хотел найти работу и он получал даже звонки и в эфире прямо в прямом эфире ему предлагали доставлять пиццу но папа так подумал посчитал и решил что это дело ему не подойдет менее чем за сто тысяч рубликов он не пойдет работать нет 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 даже не упрашивается ну а как пока папа сидит сидит почему-то дома мама где-то там бегает по врачам с детьми а папа вот сидит дома в то время как его маленькая дочка есть руками салатики ну что ж папа вот детсад то есть он как бы управляющий детсадом это вот такой вот 2 папочка что он там детям может такое дать как воспитатель непонятно никто не работает семье и даже не старается найти работу а маме я не говорю это не женское дело добывается рублики а вот папочка мог бы поднять свою попку с дивана со стульчика и пойти немножко поработать хотя бы за меньшую сумму чем 100 тысяч рублей в месяц но это мои опитки личное мнение ой дальше какой у нас еще персонаж ну конечно же наша любимая олечка быкова наша любимая крестьянка труженица в платочки а как молоко она пьет из банки любо-дорого глядеть бабушки аж рублики ей кидают сразу олечка олюшка ну пей ты еще побольше молочка мы тебе еще шкинем а чтоб тебе не тяжело было ножками ходить мы тебе машинку купим и вот таким образом наша мама оля быкова воспитала старшую дочку женю которая тоже блогерша ну а как же это ж семейная профессия блогерство привлекайте друзья женя тоже будет просить у бабушек на стриме на телефончик на босонушки на платьице девочки надо быть красиво одетой на стриме а то что ж она в последний раз с подружкой каких-то шортиках было да еще упала нечаянно и что-то еще там у нее получилось нехорошие как у мамы несколько дней назад но это опять семейная традиция не будем девочек критиковать они такие у нас хорошо личке бабулечки так их рады видит таких у них глазки красивые наши девочек ну что ж оля быкова я думаю скоро нам родит еще одного детеночка еще одного грудничка и бабушки будут складываться я уж не знаю что на третьего воспитателя на бабку повариху на бабку бабериху я не знаю на кому но там уже персонал начиная начинаем считать на всех пальцах одной руки пять уже точно бабушки мамушки поварихи это точно крутятся и не могут и во главе всего этого наша оля быкова главный воспитатель семейного детского сада что ж флаг ей в руки она лучше знает как вести свое небольшое но эффективное хозяйство ой ребята что ж говорить тяжелое это дело быть матерью да еще и героиней сами понимаете не критикуйте зря девушку лучше денюшек подкиньте вот генератор купили молодцы теперь олюшка сможет снимать при свете свои видео а то как же ей бедный при свечках что ли сидеть небарское это дело опять таки но это еще ладно волюшка волюшка еще ладно она своих детей еще немножко вроде как и кормит и вроде как дети обуты и как вроде одеты и вроде крыша у них есть над головой и дом перестраивает и комнаты строит ничего ольгу как бы мы давайте уж не будем сильно уж так ругать критиковать но с кем не бывает бывает на старуху проруха все в жизни бывает так что она ладно а вот есть одна семья я просто даже не знаю называют себя счастливой семьей из сибири семья перовы перовы то есть семья перовых да папа там дядя вася дядя вася он у нас не знаю чем он заведует вроде мама все делает и воду таскает с детками и котлетки лепит но в кадре иногда так папа промелькивает и говорит так 10 котлет сегодня 10 не больше вот 10 хватит остальное на потом не знаю там жена вроде как ты вовсе защищает в комментариях защищает горит не трогайте моего фасу я мужа там никому не отдам он у меня такой хороший а народ то за что его критикуют что вася тоже что-то давно на работе не появлялся какие у него функции вроде мама все делать это мама воспитатель детского сада он как оля тоже ну и мама и пусть воспитывает а вася спрашивают вася ну где ж ты какая у тебя работа но покажи хотя бы кем ты работаешь а вася все крутится там четок чего-то куда-то вроде как водитель не водитель мы не знаем такси подрабатывает что-то неясное дело но по крайней мере это счастливая семья из пяти детей и двузрослых в масле не катается ну и вася если он сидит дома на кухне вася но сделайте жене рабочее место а то на этом столе она бедная и котлеты и дети тут тоже толкаются что-то рисует и тут все у них прямо все на этом столе покрытым клеенкой вася но создайте женщине условия для жизни и что она воду она в руках носит бидон какой-то там купила я еще должна посмотреть эти семьи что-то наткнулась я на них вот впервые семья интересная надо посмотреть заняться этим вопросом а вот самая такая страшная у меня получилась картина по семье тепляковых и вроде живут то они не в глубинке не на заимке не в красноярске там не в тамбове аж самой москве матушки и представляете живут все не знаю сколько у них детей же даже я со счета сбилась то ли у них 9 то ли 8 детей и короче все это хозяйство все живут в однокомнатной квартирке в многоэтажном доме в москве в столице матушки и вот этот папа вроде как учился он учился переучился и доктор то он и профессор биологических наук и психолог и так далее и когда его спрашивают тоже папа а кем вы работаете вообще а я воспитатель детского сада ну а мама кто мама кто мама родительная машина мама у них рожает по моему каждые полтора года бедная забитая женщина скажите мне что это не так я с вами поспорю просто страшно смотреть человеку который нет ни своей воли ни своего слова муж на решает все и вот этот вот муж с чего-то вдруг решил что у него все дети гении все они вундеркинды и в частности есть такая девочка там алиса которая прославилась уже на всю страну ей девять лет сейчас она уже училась год будем говорить в мгу на факультете психологии а там все а там все психологии то есть человек который через 45 лет будет учить взрослых тетенек и дяденек как воспитывать своих детей как жить на работе как вживаться в коллектив потому что у нее вроде там специализация по производственной психологии и вот эта бедная девочка очутилась девять лет после так сказать домашнего обучения я с папой с мамой с братьями и сестрами всеми в одной комнате очутилась после экзаменов на платном отделении мгу я просто упадаю со стула друзья где мы что мы девять лет у ребенка совершенно не развита речь я послушала многие видео пролистала многие ролики у ребенка нервные цики у ребенка какая-то психомоторика непонятная совершенно и папа хочет сказать что это девочка готова к учебе в серьезном вузе что она готова к учебе наравне со взрослыми дяденьками тетеньками которым уже около 17 18 20 лет и что она может учиться на равных вот с этими людьми но в то же время во время экзаменов папа потребовал отношения к своей дочке алисе как к ребенку вы понимаете это же ребенок он кричит я хочу присутствовать в том зале где она сдает экзамены но дорогой папа нужно выбрать или это ребенок или это взрослый человек который способен учиться в университете я не буду говорить не об успехах алисы не о том какие у нее способности а просто о том что или она ребенок или она взрослая надо тут уж выбирать дорогой папа этот папа получается теперь отстаивает право своих детей учиться где он захочет как он захочет как он захочет принять экзамены так и должно быть иначе папа грозит всем и вся нападает на преподавателей просто физически нападает это можно видеть на многих роликах многих видео даже буквально я видела этого учу тоже вот сегодня я не знаю насколько папа сам сознает то что он мягко говоря ведет себя неприлично в общественном пространстве и я не знаю как воспитатель как он говорит такого детского сада может привить правильные правильные привычки правильные правильные навыки всем своим детям включая алису почему наша опека не займется этим вопросом самого начала проверить на адекватность воспитания на адекватность условий всех этих детей всей этой семьи вся эта семья тепляковых которая живет в москве почему не проверяется никакими органами опеки для начала все сосредоточились на алисе на мгу но давайте отодвинем сторону это мгу этот факультет начнем самого главного соблюдение прав детей права ребенка на нормальное жилье на нормальные условия на нормальное питание одежду и так далее и на адекватное отношение к этому ребенку займемся сначала с этим можно было также видеть брата маленькой алисы у нее и у него имя очень странное поэтому я не смогу его правильно произнести не буду произносить но этот мальчик имеет буквально тики на глазах у него дергается все лицо и это прошло по госканалу когда всю эту семью снимали на специальную передачу так сказать по поводу алисы и мгу я опять таки обращаюсь к нашим госорганам посмотрите есть же врачи есть же депутаты почему-то всегда накидываются на людей так сказать которые не могут защититься а тут видимо распапа настолько ведет себя агрессивно все боятся их тронуть вот такие вот дела ну что ж всем пока агрессивно